Здравствуйте! Друзья, рад вас приветствовать у себя на сайте, у себя на видеоблоге вектан.инфо И тема сегодняшнего выпуска, это я хотел бы рассказать о 10 заповедях от международной группы врачей Итак, международная группа врачей, психологов и диетологов разработала 10 заповедей, следуя которым мы сумеем несколько продлить и сделать более приятным наше земное существование Заповедь первая, это не объедайтесь Вместо привычных 2500 калорий довольствуйтесь 1500 Тем самым вы устроите разгрузку своим клеткам и поддержите их активность Клетки быстро обновлятся и организм становится менее восприимчивым к заболеваниям Питайтесь уравновешенно, ешьте немного, но и не слишком мало Это не касается людей, которые занимаются отдельными видами спорта, там где питание входит в рацион В рацион спорта, можно так сказать Это культурист, бодибилдинг, пауэрлифтинг и так далее и тому подобное То есть там спорт и питание напрямую связаны, там другая тема Вторая заповедь Меню должно соответствовать вашему возрасту У 30-летних женщин первые морщинки появятся позднее, если они регулярно будут есть печень и орехи Людям старше 40 лет полезен бета-каротин После 50 лет кальций держат в форме кости, а магний – сердце Мужчинам старше 40 необходим селен, содержащийся в сыре и почках Селен способствует разряжению стресса После 50 лет, питаясь рыбой, мы защитим сердце и кровеносные сосуды Третья заповедь Это попытайтесь найти подходящую для себя работу Я бы сказал, любимую работу Работа способствует моложавости, утверждают французы Тот, кто не работает, выглядит на 5 лет старше Некоторые профессии, по мнению социологов, помогают сохранить молодость К их числу относятся профессии дирижера, философа, художника, ритмолога Четвертая заповедь Это найдите себе пару жизней Любовь и нежность являются лучшим средством против старения Дважды в неделю, занимаясь сексом, человек выглядит на 14 лет моложе Во время полового акта в организме вырабатывается гормон эндорфин Который иначе называют гормоном счастья Он способствует укреплению иммунной системы Пятая заповедь Имейте на все свою собственную точку зрения Осознанно живущий человек гораздо реже впадает в депрессию и бывает подавленным Чем тот, кто лишь пассивно плывет по течению Шестая заповедь Это двигайтесь Даже 8 минут занятий спортом в день продлевает жизнь В процессе движения высвобождаются гормоны роста Выработка которых особенно сокращается после 30 лет Седьмая заповедь Спите в прохладной комнате Доказано, что кто спит при температуре 17-18 градусов Дольше остается молодым Причина заключается в том, что обмен веществ в организме И появление возрастных особенностей зависит также и от температуры окружающей среды Восьмая заповедь Во время от времени балуйте себя Иногда, вопреки всяким рекомендациям относительно здорового образа жизни Позволяйте себе лакомый какой-то кусочек А если вам очень понравилось новое платье или сумка Не следует тут же думать об экономии Девятая заповедь Не следует всегда подавлять в себе гнев Тот, кто постоянно горит лишь самого себя Вместо того, чтобы рассказать, что его огорчает А временами даже и поспорить Обменяться мнением с окружающими Более подвержен любым заболеваниям В том числе и злокачественным опухолям Согласно результатам международного тестирования 64% респондентов, страдающих раком Всегда подавляют гнев в себе Десятое заповедь Тренируйте головной мозг Время от времени разгадывайте кроссфорды Играйте в коллективные игры Требующие мыслительной какой-то деятельности Учите иностранные языки Считайте в уме, а не только на калькуляторе Заставляя работать мозг Мы замедляем процесс возрастной деградации умственных способностей Одновременно активируем работу сердца Системы кровообращения и обмена веществ В заключение своего выпуска хочу вам рассказать очень хорошую притчу Один раз учитель спросил своих учеников Почему? Когда люди ссорятся, они кричат Потому что теряют спокойствие, сказал один ученик Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? Спросил учитель Нельзя разве с ним говорить тихо? Зачем кричать, если не рассержен? Ученики предлагали свои ответы Но ни один из них не устроил учителя В конце концов он объяснил Когда люди недовольны друг другом и ссорятся Их сердца отдаляются Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга Им приходится кричать Чем сильнее они сердятся, тем сильнее они кричат А что происходит, когда люди влюбляются? Спросил ученик Учитель ответил Они не кричат А напротив говорят тихо Потому что их сердца находятся очень близко И расстояние между ними совсем маленькое А когда влюбляются еще сильнее Что же тогда происходит? Продолжал учитель Не говорят, а только перешептываются И становятся еще ближе к своей любви В конце даже перешептывание становится им не нужно Они только смотрят друг на друга И все понимают без слов Такое бывает, когда рядом двое любящих людей Так вот, когда спорите Не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга Не произносите слов Которые еще больше увеличивают расстояние между вами Потому что может прийти день Когда расстояние станет так велико Что вы не найдете обратного В заключение хочу вам пожелать Всего самого доброго Мирного неба над головой Здоровья, благополучия и радости Комментируйте мои видео Пишите вопросы Подписывайтесь, регистрируйтесь на сайте Викторм.инфо Жду ваших вопросов Жду ваших комментариев А вам я говорю До новых встреч До новых встреч, друзья Всего вам доброго Редактор субтитров А.Семкин